Включил, окей. Которую, значит, параллельно с разбором текста мы будем изучать, вот, и для этого я использую две из прочитанных, два из прочитанных параграфов, вот, это самый первый параграф, и, значит, это перекламед, 30-й параграф, и пропускаю 31-й, и, если мы успеем, мы посмотрим еще несколько примеров из параграфа 32-го. Что, какие примеры я сегодня хотел бы с вами разобрать? Мы знаем из грамматики иврита, что, как правило, корень состоит из трех букв. По крайней мере, когда мы встречаем слово и ищем в нем корень, мы должны ориентироваться на то, что мы должны найти три буквы. Бывают корни двухбуквенные, бывают четырех и пятибуквенные, но это, скорее, исключение, чем правило, да? И в большинстве случаев, если мы не видим какой-то буквы корня, то есть из трех предполагаемых букв видим только две, да? Мы должны подумать, а куда же делать третья, куда же делать еще одна точнее, потому что она может быть третьей, она может быть первой, она может быть второй. И вот несколько примеров нам в тексте вот этих параграфов встречаются, и, значит, их мы, собственно, и разберем. Слов, за которыми следует полезть в слова немного, я их, как обычно, выделил зеленым, а голубым на сегодняшний урок я выделил слова, в которых мы видим две буквы корня, а где третья, какая она и где она должна стоять, это нам предстоит догадаться. Итак, хотел бы сказать еще несколько слов. Тот, кто заинтересован в изучаемом материале, все-таки упускает много, если он смотрит занятия в записи. Онлайн у меня есть возможность, к сожалению, плохо реализуемая именно из-за того, что аудитория у меня весьма незначительна, я имею в виду онлайн. Вот, есть возможность задавать вопросы, есть возможность отвечать на вопросы, и тем самым лучше усваивать материал. То, что вы смотрите в записи, это, так сказать, то, что уже прошло. Вы можете обращаться ко мне через нашу группу в Telegram. Кстати, я поставил файлы, которые мы сегодня будем разбирать. Вот, вы можете задавать мне вопросы и другими путями. Но, все же, личного контакта просмотр записи не дает. Так что, рекомендую вам, если, конечно, такая возможность есть, да, вот в это время, в 8.30 по Москве, по Украине и Израилю, да, подключаться к нашим урокам. И было бы весьма желательно, и не лучше, и вам в результате будет лучше. Вот, если эти занятия будут в большей степени интерактивными. Если не только вы будете задавать мне вопросы в прямом эфире, но и я буду давать вам примеры в прямом эфире, а вы попробуйте отвечать. Итак, открываю файл, который был сегодня поставлен в Telegram, в нашу группу. Так, и посмотрим, какие у нас есть примеры. Примеры, значит, если я слишком тороплюсь или, наоборот, лишнего залуден, пожалуйста, меня поправляйте. Итак, книга Бамедбар. Параграф Перек Ламед. Сначала, первая фраза не входит в недельную главу, и мы ее, тем не менее, прочитаем. И сказал Моисей, сынам Израиля, как все буквально вот это слово значит, что повелел Всевышний Моисею, чему Всевышний обязал Моисея. Так, недельная глава начинается отсюда. И говорил Моисей, главам колен, мате, это колено Израиля, коих насчитывается двенадцать, как бы мы их ни считали, таким или другим образом, ливней Исраэль, сынам Израиля, леймор, говоря, это вещь, которую повелел Бог. Перевод здесь такой человек, который даст клятву. Итак, слово И, Дор, включая в себя букву Ют, которая образует будущее время, он сделает, а от корня у нас получается, остается две буквы. Так, буквально следующее слово открывает нам, какой буквы не хватает, вот здесь все три буквы корня. Итак, первая Нун, сюда не входит почему? Потому что Нун, так называемая слабая буква в некоторых формах, она выпадает. Ну, если бы не было рядом вот такого, если бы не было такого соседства, если бы не было рядом словом Едор, словом Недор, да, мы могли бы подумать, может быть, это какая-то буква, которая затесалась между ними и выпала, да, такие примеры у нас тоже будут. Может быть, это третья буква, но мы видим, что это слабый Нун, который выпал, да. То есть, я не буду говорить, какой должна была бы быть по пустым формальным правилам грамматики, да. Форма, если бы мы не знали, что этот Нун выпадает, да. Но я скажу вам, что вот здесь вот он стоял, между Ют, который префикс будущего времени, да, и тем, что осталось от корня, вторая буква Далет и третья буква Риш. Так, Лашем. О, И, Ша, Ва, Швуа, слово Швуа означает клятва. И, Ша, Ва – это поклянется, поклянется клятвою. Ле, Сор – здесь корень Алиф, Син, Риш, да. И, Сур – это запрет. А, Сур – это запрещено, да. Ле, Сор – это запретить. И, Сар – то же самое, что запрет, да. Аль, Навшо. Аль, Навшо. Так. На душу его Ло, Яхель. Словарь Яхель. Сейчас, одну минуточку. Вот оно. Так. Давайте посмотрим, что нам дает словарь. Заодно я словарь поставлю вам в чат. Ибо, ибо. Так. Так. Я включаю новую демонстрацию, показываю вам словарь. Так. Так. Вот. Словарь есть небольшой, и он полностью у нас влезет в один копипаст. Я уверен в этом, но на всякий случай надо проверить. Так. Открываю чат. И вставляю в чат. Так. Нет. Как ни странно. Не появилось. Не поместилось. Молчо опасался. Сейчас я оставшуюся часть вставлю в чат. Ctrl, C, Ctrl, V. Что такое? Да. Вот так. Вот так. Ставлю вам чат. И более. К чату мы не возвращаемся. Разве что будут вопросы, коим я, как вы знаете, очень рад. Так. Демонстрация экрана. Я возвращаюсь к нашему тексту. Так. Что дает слово Яхель? Да. Через хэт. Так. Так. Яхель. Это. Это. Сейчас посмотрим. Да. Буквально. От Хэхель. Эхалти. Яхель. Начать. Да. И тут я поставил вам комментарий. Вот. И вот. Который дает нам текст. Да. И комментарий Раши. Да. Комментарий. Комментарий. Ло Яхель дворо. То есть не осквернит слово своего. Не сделает Ло Ехалель. Так. Итак. Какой здесь. Какой здесь корень. Так. Корень здесь. Хэт. Ламед. Ламед. Да. Мы знаем слово Халаль. Что такое Халаль. Да. Оскверненный буквально. Отсюда и слово Холь. Будничный. Халалим. Так называются. Погибшие воины. Да. То есть. Воин. Который уже не может исполнять свои обязанности. Так. Не может воевать. Не может защищать. Ибо. Он мертв. Да. Возвращаемся к нашему тексту. Сейчас. Одну минутку. Я его открою для себя. Да. Вот он. Да. Буква Юд. Это будущее время. Да. А почему здесь есть две буквы от корня? Потому что вторая буква и третья совпадают. В этом случае они, что называется, сливаются. Сливаются вместе. Так. Как, например, на прошлом занятии я приводил пример слова Бавель. И Балаль однокоренные. В первом случае добавляется буква Бет. Вот. Но зато две буквы Ламет. Да. Вторая и третья буквы корня. Сливаются. Так. Ло Яхель дворо. Не нарушить слова своего. Кехоль гаю цеми пив. Как все выходящее из уст его. Е А С. Он сделает. В Э И Ша. Женщина. Ки Ци Дор Недер. Да. Ци Дор. Это тот же корень. Да. Тав это что? Префикс будущего времени. Она. Даст обет. Да. И вот слово Недер. А. В будущем времени. В глаголе Нун выпал. Лашем. То есть если она даст обет Всевышнему. В Э А С. И Цар. И запретит запрет. Буквально. Бевейт Ави Га. В доме Ца Ее. Бинна Урэ Га. В юности Ее. В Э Ша Ма Ави Га. И слышал отец Ее. Эт Нидра. Ее Недер. Ее обет. То, что она пообещала. В Э Сара. Ее запрет. Ашер Асра Аль Навша. Который она. Здравствуйте, Дмитрий. Мы скучали о вас. Я очень надеюсь, что вы нам сегодня поможете. Постараемся. Так. Вот. Значит. Где мы остановились. В Э Сара. В Э Сара. И ее. И Сур. Который она запретила Аль Навша. На душу ее. В Э Хэ Риш. Слова Хэ Риш означает. Глухой. Но в данном случае. Он. Что это значит? Он промолчит. Промолчит. Отец. То есть он поведет себя. Как будто он. Как будто он глухой. Как будто он не слышал. То, что сказала. Его дочь. Ла. Ей. То есть он ничего не ответит. Ей. А ВИ Га. Отец ее. В Э КАМУ КОЛЬ НЕДАРА ЕГА. И буквально. Осуществятся. Встанут все ее. НЕДАРА. Все ее обеты. В Э КОЛЬ ИСАР. И всякие запретные. Это ШЕР АСРА АЛЬ НАВША. Которое она наложила. Которое она запретила. На душу свою. Я КУМ. В слове Я КУМ. Мы разбираем тему. Почему некоторые трехбуквенные корни. Ведут себя как двухбуквенные. Вот смотрите слово Я КУМ. Где здесь корень? ЮД это префикс. Будущее время. От корня осталось КУВ и МЭМ. Я скажу вам, что это первая буква и третья буква. А вторая буква выродилась в огласовку. Буква ВАВ является второй буквой корня. В таком случае она тоже слабая и она выпадает. В некоторых формах она проявляется как огласовка. А в некоторых ее вообще не видно. Например, возьмем корень ЛАГУР. Жить. Проживать. А в будущем, в инфинитиве ЛАГУР. В будущем времени, а не АГУР. Я буду жить. Она, буква ВАВ, звучит как огласовка. А например, слово ГЕР, пришелец. Она пропадает в общее. То же самое происходит и со словом КУМ. Как сказать? Встань. КАМ. Да? КАМ – это и прошедшее время. Так. Дальше. ВЕИМ ГЕЙНИ. Я посмотрю вам. Я покажу вам в словаре ГЕЙНИ, ЛЕГАНИ, МЕНИ, ЯНИ. Отговаривать, разубеждать, удерживать от чего-то. Так. Кстати, интересный казус с предыдущим словом. Словарь показывает нам, что глагол ГЕХЕЛЬ, во-первых, он литературный, он устаревший. Во-вторых, он существует в прошедшем времени и в будущем времени. В настоящее время он не используется. Это так называемая дефектная парадигма. Я должен был сказать несколько минут назад. Сейчас мы разбираем следующий глагол. ГЕЙНИ, да? ГЕЙНИ. Что тут? Какой тут корень? Да? Корень ГЕЙНУН АЛЕФ. Да? АЛЕФ, как ни странно, хоть эта буква почти не звучит, она буква стойкая. Она остается. А вот буква ГЕЙ, когда она первая в корне, она выпадает. Поэтому мы видим вот здесь, да? Здесь она есть, да? Но мы увидим дальше другие формы, где буквы ГЕЙ нет. Так? ВЕЙНИ АВИГА. Если отговорит ее отец, ОТА, ее. ГЕЙНУН ШАМО, в день, когда он услышал, да? В день услышания, это как бы отглагольное существительное. ГЕЙНУН АЛЕФ, в день, когда он услышал все ее недеры, обеты, в эс-рея и все ее запреты. ГЕЙНУН АЛЕФ, которые она наложила, которыми она запретила свою душу. ГЕЙНУН ЛОЯКУ МНЕ, будут исполнены ВА ГАШЕМ И СЛАХЛАТ. И Бог просит ей КИ ГЕЙНИ, снова это слово, АВИГА ОТА, потому что отец ей запретил. Буквально запретил. ГЕЙНУН АЛЕФ, в ИМ ГАЙОТИЕ. Здесь мы видим использование корня дважды, да? Для усиления значения, какое это здесь корень. Это очень специфичный корень, да? ГАЯ, ГОВЕ и ИГИЕ, да? Трудно даже сказать, какие буквы входят в этот корень. Грамматики по этому поводу расходятся. Но мы видим, что вот здесь из букв, если буквы эти, если мы возьмем корень, если мы будем считать, что корень это ГЕЙ, Ю и ГЕЙ, да? Здесь мы видим две буквы вот в этом слове ГАЙО, так? Ну, это специфичная форма, так? ЛАИШ, если она станет для человека, то есть, если она выйдет замуж, это девица, которая давала обеты в доме своего отца. ВЕ УНЕ ДАРЕЙГА АЛЕЙГА, а ее обеты на ней, то есть, она пообещала, и они приняты. Вот, то, что она запретила себе, допустим, ну, не дай Бог, есть мясо, да? Почему-то вот она запретила это себе, и отец ничего на это не возразил, да? Пошел ей навстречу, прогнулся, да? И вот она выходит замуж. О, МИВТА СФАТЕЙГА, или высказанная устами ее, АШЕР АСРА АЛЬНАВША, которое она наложила, которое она запретила на свою душу. ВЕ ШАМА ИША. И услышал ее муж, вот это форма слова ИШ, да? С суффиксом, с окончанием, ее муж, ее, человек ее буквально. ВЕ ШАМА О, в день, когда он услышал, ВЕ ХЕРИ ШЛА, и он ей промолчал, ВЕ КАМУ НЕДАРЕЙГА, и тогда ее НЕДАРЕЙГА, и ее обеты, исполнятся. ВЕ САРЕЙГА, и ее запреты АШЕР АСРА АЛЬНАВША, ЯКУМУ, которые она наложила на свою душу, должны исполняться. ВЕ ИМ БЕЙОМ ШМО А. Но и если в день, что он услышал ИША, ее муж, ЯНИ ОТА, то есть, он говорит ее, посмотрите на это слово, так, ЯНИ, и посмотрите на это слово, что мы видим. ЮД здесь префикс будущего времени, да? А куда делался первый корневой ЭЙ? Выпал. Так, это бывает. То есть, он ее отговорит, ВЕ ГЕФЕР ЭТ НИДРА АШЕР АЛЕЯ. И тогда посмотрим это слово, ГЕФЕР, так, ГЕФЕР, НАРУШАТЕ, НАРУШЕН, да? Будет нарушен НЕДР АБЕД, который на ней. ВЕ ЭТ МИФТА СФАТЕЯ. И высказанное ее устами, АШЕР АСРА АЛЬ НАВША, который она запретила свою душу, ВАШЕМ И СЛАХЛА. И Бог просит ей. Так, вот слово ЭФЕР, да, мы видим здесь три корневые буквы, ГЕЙ, ЭЙ и РЭШЕР. В некоторых формах мы увидим, что буква ГЕЙ тоже выпадает, как это было вот с этим словом, словом ЭЙНИ. Так, у меня получается немного корявые запреты, которыми она запретила свою душу, которые она наложила на свою душу, но вы понимаете, что я лавирую между буквальным смыслом, который не литературен, и некой литературной обработкой. ВЕ НЕДР АЛЬ МАНА У ГРУША, А АБЕД, кто такая АЛЬ МАНА? ВДАВА, ГРУША, РАЗВЕДЁННАЯ, КОЛЬ АФЕР АСРА АЛЬ НАВША, все, что она, в чем она запретила свою душу, да, ЕКУМАЛАЯ, должно исполниться на нее. ВЕ ИМ БЕЙТ ИША НА ДАРА, А если в доме ее мужа она дала этот НЕДР, О АСРА, ИСАР АЛЬ НАВША, или запретила она, наложила какой-то запрет на душу свою, БИШВУА, в клятве, ВЕ ШАМА ИША, и услышал муж ее, ВЕ ХЕР ИШЛА, и промолчал, ничего не ответил ей, ЛОГИНИ ОТА ВЕ КАМУ КОЛЬ НА ДАРАЙГА, так, он ей не запретил, и должны исполниться все ее обеты. ВЕ КОЛЬ ИСАР АШЕР АСРА АЛЬ НАВША, и всякий запрет, которым она запретила душу свою, ЕКУМАЛАЯ, ИСПОЛНИТСЯ ВЕ ИМ ГЕ ГАФЕР Я ФЕР, вот это слово, и это слово, однокоренные. Но здесь мы видим все три буквы, да, а здесь в будущем времени добавляется префикс ЮД, а буква ГЕ, первая корневая, ВЕ ПАДАЕТ, так, ОТА, ЕЁ, МУЖ ЕЁ, БЕЁМ ШАМО, в день, когда он услышал, КОЛЬ МОЦА, СФАТЕЙГА, все, выходящее из уст ее, ЛИ НДАРАЙГА, В АБЕД ЕЙ, УЛА ИСАР НАВША, и в запрет ее душе, ЛОЯ КУМНЕ, ИСПОЛНИТСЯ, ИША ГЕ ГАФЕРА, ГАФЕРАМО, ЕЁ МУЖ, вот это ИША, запретил, и их запретил их, ВАШЕМ ИСЛАХЛА, и Бог простит ей. Так? Вопросов нет? Продолжаем. ВЫ ИМ ГАХАРЭЙШ, ЯХАРЫШ, А ЕСИ ПРОМОЛЧИТ, ЛА ЕЙ ИША, МУЖ ЕЁ, МИЁМ ЭЛЬЁМ СА ДНЯ НА ДЕНЬ, ВЕГЕКИМ ЭТКОЛЬ НАДАРАЙГА, И ИСПОЛНИТСЯ ВСЕ ЕЁ НЕДАРАЙГА, И ИСПОЛНИТСЯ ВСЕ ЕЁ НЕДАРАЙГА, И ВСЕ ЗАПРЕТЫ, АШЕР АЛЕЙГА, КОТОРЫЕ НА НЕЙ, ГЕКИМ ОТАМ, ИСПОЛНИТСЯ, ИСПОЛНИТЬ ИХ, КИЕХЕРИШ, ЛА БАЙОМ ШАМО, ПОТОМУ ЧТО ПРОМОЛЧАЛ ОН ЕЙ, НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛ ЕЙ, В ДЕНЬ, КОГДА УСЛЫШАЛ. ВЫ ИМ АФЕР, ЯФЕР, Так, СНОВА МЫ ВИДИМ, ДА, Вот ТОЖЕ, ЧТО МЫ РАЗБИРАЛИ НЕСКОЛЬКИМИ СТРОЧКАМИ ВЫШЕ, ДА, ТУТ Я ДОЛЖЕН БЫЛ, НАВЕРОН, ЭТО ВЫДЕЛИТЬ, А НЕ ЗДЕСЬ. Вот, ОТАМ, АХРЕЙШЕМ О, ЕСЛИ ОН ЗАПРЕТИТ ЕЙ, ЗАПРЕТИТ ИХ, ПОСЛЕ ТОГО, КАК УСЛЫШИЛ ОН, ВЕ НАСАР ЭТ АВОНА, И ОНА ПОНЕСЁТ СВОЙ ГРЕХ, ТОЕС, ОНА БУДЕТ ВИНОВНА В ТОМ, ЧТО ЗАПРЕТЫ, КОТОРЫЕ НА НАЛОЖИЛА НА СЕБЯ, А МУЖ НЕ ОТМЕНИЛ ИХ, ОНА ИХ НЕ ИСПОЛНЯЕТ. Вот ОНА КАКОЯ. ЭЛЕ ГАХУКИМ АШЕРЦИ ВАШЕМ ЭЛ МОШЕ. ЭТО ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ, КОТОРЫЕ ЗАПОВЕДАЛ БОГ МОИСЕЮ, БЕЙН ИИШЛАИШТО, МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ЖЕНОЙ ЕГО, БЕЙН АВ ЛАВИТО, МЕЖДУ ОТЦОМ И ДОЧЕРЮ ЕГО, БИНА УРАИГА В ЮНОСТИ ЕГО, БЕЙТ АВИГА В ДОМЕ ОТЦА ЕГО. Вот несколько примеров. Мы видели примеры, когда выпадает первая буква. Мы видели примеры, когда вторая и третья буквы совпадают и они склеиваются. Мы видели примеры, когда вторая буква выпадает. Есть еще один пример, который наверняка вам тоже хорошо известен, когда последняя буква выпадает. Сейчас мы увидим какой-то из этих примеров в параграфе номер 32. ЛАМЭТ БЭТ. Так, все нормально, да? Видно текст? Вот мы уже в параграфе 32. У МИКНЕ РАВ, что такое МИКНЕ? Стада, стада. Стада домашних чистых животных. Большие, значит, стада, большие ОТАРЫ, или как они называются, да? ГАЯ, ЛИВНЕЙ, РЕУВЕН, были у сынов Ревена, ВЕ, ЛИВНЕЙ, ГАД, и у сынов ГАД. АЦУМ МЕОД. Ну, буквально, вот, надо посмотреть слово ОТАРЫ, мощный, сильный, страшный, огромный. Очень-очень большие, да? Очень много скота было вот у этих двух племен колен. ВАЙИРУ ЭТ ЭРЕЦ ЯЗЕР, и увидели они страну, которая называется ЯЗЕР. Мы читали на прошлой, на позапрошлой, теперь уже недельной главе, да? Что это за местность такая? Еще тут некоторые местности будут упомянуты. ВЭТ ЭРЕЦ ГИЛАД, ГИЛАД, так, тоже название местности. ВЕЙНЕЙ АМАКОМ, МАКОМ МИКНЕ. И вот место это, место для стадовец. Ну, там не только овцы, там были и козы, и, наверное, и коровы тоже. ВЕЙАВУ ВНЕЙ ГАД, УВНЕЙ РУВЕН, и пришли сыны, гады, сыны Рувена. ВАЙУМРУ ЭЛМАШЕЙ, сказали Моисею, ВЕЛ ЭЛ АЗАР АКОЭН, и первосвященнику ЭЛ АЗАРУ, потому что Арон уже умер, и ему наследовал один из его сыновей. ВЕЭТ НЕСИЭЙ ГАЭДА, и князьям общества ЛАЙМОР, говоря, АТАРОТ, ВЕ ДИВОН, ВЕ ЯЗЭР, ВЕ НИМРА, ВЕ ХЭШБОН, ВЕ ЭЛ АЛЕ. Это все название местностей. У ШВА, У НЕВО, У ВООН, все это местности. Но вот эта местность, она просто называется по слову АТАРОТ. Что такое АТАРОТ? СТАДА. ААРЕТ АШЕР ГИКА, ГАШЕМ, страна, которую поразил, побил буквально Всевышний, ЛИФНЕЙ АДАТ ИСРАЭЛЬ, перед обществом Израиля. АРЕТ МИКНЕГИ, это место для СТАДА, для СТАД, да? Теперь вернемся к этому слову ГИКА. Мы знаем слово МАКА, МАКА это удар, побиение, да? Буква МЭМ, первая буква корня, здесь ее нет, ЛЕ. Так, форма это ГИФИЛЬ, буква ЭЙ, по сути, префикс, да? Первая буква МЭМ, тоже слабая, выпадает. Так, так, ВЕ ЛААВАДЕХА МИКНЕГА У РАБОВ ТВОИХ СТАДА ВАЁМЕР, ВАЮМРУ, и сказали, ИМ МАЦАНУ ХЕНБЕЙНЕХА, если нашли мы благоволение в глазах твоих, ЮТАН, будет дано ЭТ ГААРЕТС АЗОТ ЛААВДЕХА, будет дана страна ЭТА, РАБАМ ТВОИМ, посмотрим на это слово, хоть я его и не выделил, да? Буква, значит, какая это форма, да? Будущее время, получается. Это будущее время, да, какого беньяна? Это пассив от ГИФИЛЯ, ГУФАЛЬ, так? То есть, будет дана, будет дана, да? И буква ЮД здесь, конечно, префикс, да? Мы бы написали, конечно, не такую гласовку У, три точки по диагонали КУГУЦ, а написали бы обычный ШУРУК, но в Торе это встречается, так? ЮТАН будет дана, а корень какой? НАТАН, да? НУН первая выпадает. Вообще, этот корень очень специфичный. Там и третья буква НУН, иногда и она выпадает, или преобразуется. Но здесь мы видим, что вторая и третья буквы, да, сохранились, а первая выпала. Так, НАДЕХАЛА АХУЗА, АХУЗА владение, отсюда слово АХУЗ, которое означает проценты. АЛЬ ТАВИ РЕЙНУ, не переводи нас ЭЛЬ ЭТГА ЯРДЕН, через реку Ярден, Ярдан. Ну, по идее, всем коленом была обещана территория по ту сторону Ярдана, пока они находятся по эту сторону. Так уж случилось, мы об этом читали недавно, что Сихон и Ог были побиты, и царства их были завоеваны. И вот теперь РОВЕН и ГАД, да, просят не переводить их через реку, а дать им на дел здесь. ВАЙОМЕР МОШЕ ЛИВНЕЙ ГАД ВЕ ЛИВНЕЙ РОВЕНЕ, сказал Моисей сынам ГАД и сынам РОВЕНЕ, ГААХЕЙ ХЕМ, ВАШИ БРАТЬЯ, ЯВОУ ЛАМИЛХАМА, ПОЙДУТ НА ВОЙНУ, ВЕ АТЕМ ТЕШВУ ПО, А ВЫ БУДЕТЕ СИДЕТЬ ЗДЕСЬ, ВЕ ЛАМАТАНИ УН, написано вот так, так, извините, большая проблема, написано вот так, следует читать вот так, это креектив, в Торе это бывает, так, что такое ТЕНИ УН? Было у нас это слово в словаре, мы его уже разбирали, так, или не разбирали, сейчас я не помню, давайте посмотрим, что нам дает словарь, так, это типа удерживаться, нет, вот это как-то было про то, что удерживаться, и не удерживаться от выполнения обещаний был удерживаться. Да, совершенно верно, совершенно верно, в другом применении, но в том же самом значении, да, почему же вы будете удерживать ЭТЛЕВНЕ ИСРАЭЛЬ, сердце сынов Израиля, МЕ АВОР ЭЛЬ ХААРЕЦ, от того, чтобы перейти в страну, АШЕР НАТАНЛАХЕМ АШЕМ, которую дал им Бог, КО АСУ АВОТЕЙХЕМ, так делали ваши отцы, да, БЕ ШАЛХИ ОТАМ, тогда, когда я, ШАЛЛАХ, послал их, МИ КАДЕШ БАРНЕЯ, это место, ЛИР ОТ, это АРЕЦ, посмотреть страну, МЕ ШЕР ВСПОМИНАЕТ ИСТОРИЮ РАЗВЕДЧИКОВ, да, которые буквально отговорили сердце всего народа от того, чтобы входить в страну, и из-за этого что произошло? почти 40 лет дополнительных евреев ходили по пустыне, а вот корень ЛИР ОТ, мы знаем, что в этом корне три буквы, какие? РЕШ, АЛЕФ и ГЕЙ, да, в этом случае, да, мы видим, что буква ГЕЙ, она преобразовалась в букву ТАВ, да, это стандартно, и такое, таких корней, вы знаете, множество, ЛИР ОТ, один из них, ЭТ ИСРАЭЛЬ, ВЕЯ АЛЛУ, ВЕЯ АЛЛУ, и поднялись от НАХАЛЬ ЭШКОЛЬ до пропотока ЭШКОЛЬ, что такое ЯАЛУ, здесь тоже корень с третьей ГЕЙ, которая здесь просто выпала, да, здесь она преобразовалась в ТАВ, да, а здесь она выпала, осталась первая буква, корня АИН, и вторая буква, корня ЛАМЭД, так, ВАИР УМ, и увидели, здесь мы видим тот же корень, в котором буква ГЕЙ тоже выпала, а не преобразовалась в ТАВ, как вот в этом примере, так, ЭТ ГААРЕЦ ВАЯ НИУ, ЭТ ЛЕВ НА ИСРАЭЛЬ, и отклонили буквально, да, сердце сынов Израиля, ЛЕВИЛТИ ВО, чтобы не войти, чтобы не пойти, БИЛТИ, да, слово такое нам встречалось, БИЛТИ, чтобы не, ЭЛ ГААРЕЦ АШЕР НАТА, ну, вот здесь мы видим этот корень, ЦЕЛИКОМ, который дал ЛАГЭМ АШЕМ, им Бог, ВАИХАР АВ АШЕМ, и возгорелся гнев Бога, БЕЙОМАГУ, ДЕНЬ ТОТ, ВАИХАР, здесь от корня, ХЭТ ИРЭШ, а вот, например, ШМА, мы читаем в молитве ШМА, ВЕХАРА АВ АШЕМ, и воспламенился, возгорелся гнев Бога, ХАРА, третья буква корня, это ГЕЙ, да, и здесь мы ее не видим, она выпала, ВАИШАВА, ЛЕЙМОР, и обещал он, говоря, ИМИГИРУ, ГААНАШИМ, если увидят люди, ГАОЛИМ, поднимающиеся, и в слове РАА, третий ГЕЙ, и в слове ОЛА, третий ГЕЙ, здесь они выпадают, МИМИЦРАЯМ, поднявшиеся из Египта, МИБЕН АЦРИМ ШАНА ВАМАЛА, от 20 лет и выше, ЭТГА АДАМА, землю АШЕР НИЩБАТИ, о которой поклялся я, ЛААВРАГАМ, ЛАИЦХАКОЛ ЯКОВ, АВРАМУ ИЦХАКОЛ ЯКОВ, да, ну, здесь такая форма, что Всевышний говорит, разве увидят ли им ЕРУ, имеется в виду, что они не увидят, да, те, кому на тот момент было 20 лет и выше, да, они умерли в пустыне и не вошли в землю, КИЛО МАЛУ АРАЙ, ибо не исполнили буквально за мной, что такое исполнить, сделать полным, да, слово МАЛЕ, полный, да, это корень с третьей буквы АЛЕФ, АЛЕФ не выпадает, поэтому мы видим здесь все три буквы, да, а как будет, кто знает, инфинитив заполнить что-то? Иногда израильтяне ошибочно говорят ЛЕМАЛОТ, так было бы, если бы третья буква была ГЕЙ, ГЕЙ, переходит в ТАВ, да, но правильная форма ЛЕМАЛЕ, да, я спрошу Дмитрия, знаете ли вы, как называется сын полного человека? Какого? Полный человек, человек наполненный. Шамен. Шамен, это просто толстый, не про нас сказано, а человек полный, допустим, в духовном содержании. Ну, вы хотите? Человек, который следует этому духовному содержанию. Это моя идея, я думаю, что называется БАР-МАЛЕЙ. Интересно. Да, ну это, правда, я такого термина не слышал. Почему БАР? Тем не менее, кому я предлагаю, да, все очень радуются. Подожди, почему БАР? Почему слово БАР? БАР-МАЛЕ, понятно, почему БАР? Ну, как вот БАР-МИЦВА, это человек, обязанный исполнять МИЦВА, так вот, БАР-МАЛЕ, это... Да, но МАЛЕ, насколько я понимаю, это несуществительное МАЛЕ, это прилагательное. Ну, в общем, конечно, она там тоже прав, но просто... Хорошо, окей. Ладно, оставим, оставим. Я не претендую на то, чтобы заменить собой Академию Языка Иврит. Так, ЛОМАЛ УАХАРАЙ не исполнили за мной. То есть, не исполнили моего слова, то, что я им предлагал, не пошли на это. БИЛТИ, вот слово, снова мы встречаем это. БИЛТИ, кроме так. КАЛЕВ БЕЛ ИФУНЕ, САЛЕВ СЫН ИФУНЕ, А КНИЗИ, КНИЗЕЙ, да, почему он так называется, сейчас об этом говорить не будем. ВИГУШУА БИН НУН, ИГУШУА СЫН НУНА, КИМИЛ УАХАРАЙ, потому что они таки, да, исполнили то, что я сказал, АХАРАЙ АШЕМ, ЗА БОГОМ, ВАЙХАР АВАШЕМ, И ВОЗГОРЕЛСЯ ГНЕВ БОГОГО, мы снова видим, что здесь буква ГЕЙ, да, выпала. БИСРАЭЛЬ, на еврейский народ, на ИЗРАЭЛЬ, ВАЙНИЭМ, ЯНИЯ, да, ГЭНИ, этот корень у нас уже был, ГЭЙНИ, буква ГЕЙ, первая, выпала. БАМИДБАР, в пустыне, так, еще раз посмотрю, это слово редко появляется, ЭЙНИ, отговаривать, разубеждать, да, в пустыне, АРБАИМ ШАНА, 40 лет, АД ТОМ, ТОМ, ТАМИМ, это в данном случае, да, это не глагольный корень, но глагол такой есть, да, корень, здесь ТАМАМ, ТЭТАММ, МЭМ, два МЭМа, второй, третий, склеиваются, и мы получаем слово более привычное, ТАМ, что такое ТАМ, в данном случае, ЦЕЛЬНЫЙ, а вот здесь АД ТОМ, до истечения, до исполнения, КОЛЬАДОР, до того, как закончился весь этот РОД, АОСЕ, АРАБЕЙНЕШЕМ, делающий дурное в глазах Бога. И вот, встали вы, в это слово я выделил, потому что здесь какой буквы корневой не хватает? Какой здесь корень? ЛАКУМ. Да, ну, ВАВ там должен быть. Вторая, вторая ВАВ, да, в этой форме не проявляется вообще. КАМТЭМ, встали вы, ТАХАТАВОТЭЕМ, буквально вместо отцов ваших, но имеется в виду не те отцы, которые, Авраам, Исаак и Яков, вот, а те, которые сделали зло и отвернули сердце народа от того, чтобы войти в землю Израиля. ТАРБУТ, ТАРБУТ, это буквально современное слово, культура, да? А НАШИМ ХАТАИМ, людей, грешных, ЛИС, ФОТ, ОД. Сейчас, секундочку, но тут ТАРБУТ как бы совершенно однозначно имеет отрицательную коннотацию. А, отрицательную коннотацию совершенно. Культура вообще, культура к Тории не имеет отношения. Слово ТАРБУТ, оно только нейтральное 200-300 лет назад появилось, а до этого это было только отрицательное. Хорошо, потому что говорят ТАРБУТ РАА, кто присоединяет РАА, это последующее дополнение, подчеркиваешь РААА. А, это еще усиливая, да. Интересно, воспринял бы слово МИСРАД ГАТАРБУТ, да, человек живший в Сибири? Ну, смотри, вообще по прямому смыслу, как бы, похоже, что ТАРБУТ от слова, как бы, РИБУЙ, РААФ, может быть, это, если идти в отрицательном, как бы, этом направлении, ЭРАФРАФ. Может быть, с этим связано? Откуда Бен Лезер тогда, если это он, откуда он к ТАРБУТу прицепил, как бы, культурность? У него много было фантазий, он, надо отдать ему должное, он таки да, сверял придуманное слово с тем, где оно встречается в Танахе, но не всегда делал из этого выводы. Скажем, знаменитое слово РИБА, которое мы используем как ВАРЕНЬЕ, да, что оно означает в Танахе? Юная девушка. Слушай, ну он не мог, но это должно быть на чем-то основано, не может быть, что ВАРЕНЬЕ вообще не встречалось с тем, где блудные девушки. Какая связь, послушай, не рассказывают, но это уже другой смысл. Да, это надо спросить Даниуду, не знаю почему, а ГВАНЬЯ, например, от слова ПОГЛАЖИВАТЬ, потому что форма помидора напоминала ему, я не буду говорить, что... Задница, ну хорошо, окей. Да, это вы так подумали, я ничего не сказал, да. Слово ТАРБУТ, АНАШИМХАТАИМ, ЛЮДЕЙ ГРЕШНЫХ, ЛИСПОТ, да, что такое ЛИСПОТ, я уже забыл. В словаре, по-моему, я это слово не поставил, или поставил? Ага. А только слегка, слегка, еще последнее, что я вспомнил. Ну интересно, что... Это МИСРАТА ДАТОТ или МИСРАТА ХИНУХ. По-моему, это все-таки министерство... Ну, во-первых, в ДАТОТ есть, да? В МИСРАТА ТАРБУТ ТУРАНИК. Я тогда ходил, когда мы выдавать на бюджет, это ТАРБУТ ТУРАНИК. То есть ТАРБУТ ТУРАНИК, сочетание вполне нормальное. Ну, как красная синька буквально. Ну, в общем-то, красные чернила. Нам сейчас и не воспринимается как нечто... Как это называется? Оксюмарон. Да. Вот этот корень, САПА, САФА, ИСПОТ, погибнуть, да? Да, вот в этом значении он тут используется, да? ЛИСПОТ ОД, да? А, добавить. Это погибнуть, это еще добавить. АЛЬ ХАРОН АФАШЕМ. К ПЛАМЕНИ ГНЕВА БОГА. ЭЛЬ ИСРАЭЛЬ. В направлении еврейского народа. Сейчас, секундочку, а ЛИСПОТ, я прошу прощения, ЛИСПОТ, это то же самое, что НИСПА? ЛИСПОТ, вот я успел посмотреть в словарике ИРИС, тут есть два значения. Первое значение САФА, ЛИСПОТ, СОФЕ, погибнуть, погубить. Да, но ЛИСПА, когда не про нас будет сказано, скажем, человек скончался. Но одно из слов, кроме НИФТАР, это НИСПА, правильно? Да, да, да. Вот, и есть второе значение ДОБАВИТЬ, да. Оба, первое значение отмечено как библейское, второе как литературное. Нам подходит то и другое. В данном случае, давайте посмотрим, как тут лучше перевести. Да, вот НИСПИМ, НИСПИМ тоже, ВОЛА АЛЕНУ, это, по-моему, это стандартное, когда говорят про какие-то, ну, не знаю, землетрясения людей погибших во время каких-то нежных случаях. Именно не умерших. Да, не умерших, не умерших, да. Потому что если НИФТАР, НИФТАР, то, по слуху, это... Это, да, это человек, который, как бы, ну, человек, который скончался. По-вежиме от старости, да. А вот НИСПИМ, это, по-видимому, которые не своей смертью при каких-то, в каких-то ситуациях. Смотрите, ну, тут есть второе значение... НИСПИМ, например, да, но это вот стандарт. Так, я сейчас посмотрю, что нам дает перевод. Это пятнадцатая фраза. Я не исключаю, что нам тут больше подойдет даже второе значение. Второе значение – добавить. Добавить? Да. А, ну, в смысле, добавили к раздражению. Добавили к гневу, да. Наверное, да, наверное. Ага, да, так и есть здесь. Я вот посмотрю, сейчас, может быть, я поставил словарь, да, вот, конечно, да, вот, посмотрите в словаре. И погубите вы весь этот народ. Но это немножко неточный перевод, а литературный, да, то есть добавите. То есть Моше опасается, что это может повлиять на другие колена. Поведение Исана Фруэна, Гада и Менаше, но Менаше тут пока еще нет. Может стать примером, да, и вызвать гнев Всевышнего, то есть увеличить. Так, сейчас я посмотрю, какие у нас есть еще интересные слова. Алло, слышно меня? Слышно? Да, да, все нормально. Вот я хочу показать вам, тут у нас просто не очень много времени осталось. Я не уверен, что мы дойдем до этого момента. Вот есть слово УДУ. Что он означает? Вы будете знать, да, какой есть корень. Йодеа. Юд, Далет, Айн. Где Юд? Юд выпал, да? Юд выпал, потому что Юд, как первая буква корня, тоже сладая. Вот, например, слово НЕКИИМ. Слово НЕКИИМ нам известно, да, чистый. А в глаголе этот корень имеет три буквы. НУН, КУВ и что еще? И ЭЙ. ЭЙ тут выпал. Так. Хорошо, есть еще несколько примеров, может быть, мы до них дойдем. Вот, это вот то, что я хотел вам, то, что я считал более важным вам показать. Тоже известный, известный пример. Так, Юд первое выпадающее мы с вами встречали. МЕМ, НУН, да. И вот еще Юд, иногда еще буква ЛАМЭД, например, но я приведу вам пример, которого здесь нет, да. Корень ЛАКАХ взял, да. Как мы строим из него инфинитив? ЛАКАХАТ, первое ЛАМЭД, это префикс инфинитива. А где первая буква корня, которая ЛАМЭД? Да, здесь она выпадает. Так, мы возвращаемся к тому месту, с которого мы перескочили, да. Так. Угу, 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 угу. Так. ЭЙ. Так. КИ. ТЕШУВУН МЕАХАРАВ. ЛАШУВ, это вернуться, да, МЕХАРАВ, за ними. ВАЙАСАВ, ОД, и добавит еще. ВЕ ГАНИХУМ БАМИДБАР, и ОСТАВИЛ ВАС, ЛЕГАНИЯХ. Да. Буквально возложить. Да. ВЕ ШИХАТЕМ, ЛЕХОЛЯМАЗЕМ. Так. Вот что такое ЛИШХОТ, да, ШАХАТ. Так или не так? Сейчас я посмотрю, что я выписал, что я нашел в словаре. Какая форма этого слова? Да. Погубить. ШИХЭТ, ЛЕШАХЭТ. Портить, разрешать, развращать. Так. ШИХАТЕМ. Ну, отсюда же как бы современное слово ивритское, которое сейчас самое произносимое во всех СМИ, да? Коррупция. Именно через ТАП, да? Коррупция. Ну, коррупция. Да, да. ШИХИТУТ. ШИХИТУТ, совершенно верно. Вот отсюда оно очевидно и взято, да? Да. Ну, обратите внимание, что есть похожий корень ШАХАТ через ТЭТ, который значит просто зарезать, да? Да. Скорее зарезать животное, да? Вот. Ну, что-то близкое есть, да? ЛЕХОЛЬ ХААМАЗЕ. Весь народ этот. ВАЙИГ ШУ АЛАВ. И приступили к нему, подошли к нему, приблизились, да? Здесь какой корень? ЛАГЕШЕТ, да? Или НАГАШ, да? НУН иногда преобразуется в дополнительную ТАП в конце, да? А иногда просто выпадает, так? И... Еще одну вещь можно сказать? Даже нужно? Очень распространенное сейчас слово называется НАГЕШУТ. Вот интересно, по-русски, по-русски есть такое слово? То есть обязательно в каждых местах должны быть, особенно если это учреждение или что-то такое. Ну, даже нет, даже и в ресторанах, во всех. Обязательно доживут место, где люди с ограниченной способностью, да? Ну, то, что по-русски называется инвалиды или что-то такое. Для них есть место доступа для них. И вот это называется НАГЕШУТ. Интересно. НАГЕШУТ называется место? Что-что? Называется место специально выделенное, да? НАГЕШУТ это означает доступность. Ага. Но не просто доступность, а доступность именно для людей ограниченных. То есть инвалидов. Я не знаю, по-русски есть одно слово, которое обозначает. Ну, давайте посмотрим в словаре. Имеем право. Правда, может быть... НАГЕШУТ, скорее всего, будет доступность. Доступность. Ну, хорошо, тогда не будем отвлекаться. Хотя тоже, на игре тоже полностью, может быть, это называется НАГЕШУТЛЫ БАЛЕМ МИКУЮЁТ. То есть используется одно слово и сочетание для замены всего понятия. НАГЕШУТ, ЛАВ, ВАЁМ РУ. И подступили к нему и сказали. ГИД РОТ ЦОН НИВНЕ. ЗАГОНЫ ДЛЯ ОВЕЦ МЫ ПОСТРОИМ. Значит, слово НИВНЕ, слово БАНА. Так. Ну, здесь все три буквы, да? Третья буква корня. ГИД РОТ ТОЖЕ ВХОДИТ. ЛА МИКНЕЙНУ НА НАШЬ, ДЛЯ НАШИХ СТАД ПО. Здесь ВЕ АРИМ ЛЕТА ПЕЙНУ. И ГОРОДА ДЛЯ НАШИХ МАЛАДЕНЦЕВ. ВА НАХНУ НЕ ХАЛЕТС. Отсюда ХАЛУЦ ЭХАЛУЦ. Да? Что это такое? ПИОНЕРЫ. Как это называется? Как это еще? ХАЛУЦ. ХАЛУЦЫ МИРВОПРОХОДЦЫ. ХАЛУЦЫ еще, стандартно, это поселенцы. То есть это те, которые приезжали в первых вулн-алии. Ну, здесь не подходит слово поселенцы, потому что они говорят, что мы пойдем впереди. Всех, но потом мы вернемся обратно. Теперь слово ХУЩИМ. ХУЩИМ. Так, как ни странно, здесь надо смотреть не слово ХУШ, которое означает скорее чувство, а слово ХАШ. ХАШ – это поспешить, побежать вперед. Мы побежим вперед. ЛИФНЕЙБНЕ ИСРАЭЛЬ, перед сынами Израиля. Впереди всех. АДАШЕР ИМ ГАВИО НАМ. До того, как мы приведем их. Вот замечательное слово ГЕВИО НАМ. Мы приведем их. ЭЛЬ МКОМАМ. НА МЕСТА ИХ. Нет, НА МЕСТА ИХ. НА МЕСТА ИХ. ВАЯШАВТА ПЕЙНУ. БЕАРЕЙ ГА МИВЦАР. И ОСТАНУТСЯ НАШИ МЛАДЕНЦЫ В ГОРОДАХ УКРЕПЛЁНЫХ. МИВЦАР. МИ ПНЕЙ ЙОШВЕЙ ААРЕЦ. ПРЕД ТЕМИ, КТО ЖИВЕТ В СТРАНЕ. ИМЕЕТСЯ ВИДУ. ГОРОДА БУДУТ ЗАЧИЩАТСЯ ОТ НАПАДЕНИЙ НАРОДОВ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ В ЭТОЙ СТРАНЕ. ЛО НАШУВ, НЕ ВЕРНЁМСЯ МЫ ЭЛЬ БАТЕНУ В НАШИ ДОМА, АД ГИТ НАХЕЛЬ, ДО ТАГО, КАК, ВОТ ЗЕСЬ ЭТО СЛОВО, КОТОРЫЕ ТОК, ЧТО НАТАН ИСПОЛЬЗОВАЛ, КАКОЕ, МИТ НАХАЛИМ, ЭТО ПОСЕЛЕНЦЫ, ДО ТОГО ММЕНТА, КАК ПОСЕЛЯТСЯ БНЕЙ ИСРАЭЛЬ, СЫНОВЯ ИЗРАИЛЯ, ИШ НАХАЛАТО, ЧЕЛОВЕК, КАЖДЫЙ В УДЕЛЕ ЕГО, В НАС ИОРДАМ, ИБО МЫ НЕ НАСЛЕДУЕМ ИХ, МЕЭВЕЛА ИРДЕН ВЕХАЛА, ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ИРДАНА И ДАЛЕЕ, ТО ЕС МЫ НЕ БЕРЕМ НАШУ ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ДОЛЮ НА ТОМ БЕРЕГУ ИРДАНА, А ВМЕСТО НЕЕ МЫ ВОЗЬМЕМ ТЕРИТОРИЮ, НА КОТОРОЙ МЫ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ, ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ, ЧЕРЕЗ ИРДАН, КИ ВАА НАХАЛАТЕЙНУ, АЛЕЙНУ, МЕЭ ЭВЕРГА ИРДАН МИЗРАХА, ПОТОМУ ЧТО БУКВАЛЬНО СЛЕДУЕТ НАМ НАШ НАДЕЛ, ДЛЯ НАС, ЧЕРЕЗ ИРДАН, ПО ТУ СТОРОНУ ИРДАНА, К ВОСТОКУ, ДА, ТАК, ОНИ ШЛИ ОТКУДА, ОНИ ШЛИ С ВОСТОКО НА ЗАПАД, ДА, ОНИ ПОЧЛИ ВЗЯТЬ ТЕРИТОРИЮ ДО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ИРДАН, ДА, А НЕ ТАМ, ГДЕ ИМ ВООЧЕ-ТО отводилось. Так, ну есть у нас еще пара минут, пару фраз мы еще успеем разобрать. ИМ ТААССУН, ЭТА ДАВАРАЗЕ, Если сделаете дело это, ИМ ТЕХАЛЦУ, Если вы будете вот этими первопроходцами, И перейдет вам буквально, каждый первопроходец через ИРДЭН, до того момента, как будет это ГУРАШ, что такое ЕРУША, наследие, то есть земельный надел, который передается по наследству, да? ЕРУША, первая буква, ЮД, здесь выпала. А, да, вы хотите что-то сказать, да? Все-таки ЕРУША, она имеет подтекст захвата силой? Ну, нет, нет. В ТАНАХИЧЕСКОМ ИВРИТЕ, ну, РАФШЕРКИ, когда Аврааму было заповедано во время Совета половинок, там как раз слово ЕРУША звучало. РАФШЕРКИ сказал, ЕРУША в ТАНАХИЧЕСКОМ ИВРИТЕ, это не просто взять по наследству, а силой взять, захватить. Ну, ему, конечно, виднее, но вот, насколько я помню, использование этого термина достаточно нейтрально. Но поскольку для евреев действительно, в общем, они пришли и этой землей овладели и изгнали народа, надо подчеркнуть, что это было повеление Всевышнего, да? Вот, то, соответственно, их надел каков? Это то, что они отвоевали, то, что они освободили от народов, которые, в свою очередь, на несколько поколений раньше, пришли и захватили землю, которую Всевышний изначально, творя мир, предназначен для своего народа. Так что, противоречия тут не вижу. Так. ЭТОЙВАВ, да, враги, врагов ваших, МИПАНАВ, перед ними. ВЕ НИХБЕША, вот здесь, вот это слово, ЛИХБОШ, это действительно захват, захват земли, именно земли, да, потому что для захвата, как это называется, шалаль, добычи, да? Есть другое слово. Да, да, трофеев еще. Трофеев, да, трофеев. ВЕ НИХБЕША, ГААРЕЦ, и будет захвачена земля, ЛИХНЯШЕМ, пред Богом, то есть его позволение, конечно, даже по его заповеди, ВЕ АХАР ТАШУВУ, и после этого вернетесь вы, ВИГИТЕМ НЕКИИМ, и будете чисты, МЕГАШЕМ, то есть от обязательств пред Богом, УМИ ИСРАЭЛЬ и перед народом еврейским, ВЕГАЙТАГА АРЕЦАЗОТ ЛАХЕМ, и будет земля эта для вас, ЛААХУЗА, УДЕЛАМ ЛИХНЯШЕМ, пред Богом. Ну вот, досюда мы с вами дочитали. Вот, те примеры, которые идут дальше, ну, в общем-то, они повторяют примерно то, о чем я говорил. Итак, у нас есть такой казус, что в трехбуквенных корнях одна из букв выпадает. Мы видели несколько примеров. Или слабая первая буква, это может быть буква ЮД, буква ЛАМЕД, буква МЕМ, буква НУН, они иногда выпадают, да? Или бывает, что вторая буква ВАВ или ЮД, да? которые выпадают, или бывает, что вторая и третья буквы совпадают друг с другом, и тогда они склеиваются. И еще бывает третья буква, например, ЭЙ, которая выпадает. Так что общая рекомендация, вы видите слово, вы отбрасываете то, что явно префикс и суффиксы, да? Иногда это могут быть еще и предлоги и союзы впереди, да? Вот, и из оставшегося вы лепите по возможности трехбуквенный корень, руководствуясь правилами и примерами, которые мы сегодня рассмотрели. Ну вот, все на сегодня, с Божьей помощью, через неделю. Я прошу вас, если есть люди, которым это интересно, приводите их. Я буду рад. Окей, нам было очень интересно. Спасибо, спасибо. Окей, все, мы на этом закончили. Да, всего доброго, счастливо. Всем счастливо и пока. Аня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok